Всем привет! Сегодня у нас будет видео по советскому премиуму тяжелому танку 8 уровня КВ-5. Сейчас он продается в премиумном магазине до 2 числа, если я не ошибаюсь, по цене 40 с чем-то долларов. Вот. И к нему идет 4200 голды, по-моему, 7 м-комплектов и 10-х нетушителей голдовых, слот и сам танк. Вот. За все эти деньги, в общем, дается вам, по сути. Танк отличный. Сейчас я расскажу о его характеристиках, в принципе, плюсах-минусах, которых вы все и так сдаете. А потом в дальнейшем у меня будет какой-нибудь интересный бой, я сделаю по нему видео. Для начала у нас самая большая прочность на уровне, это 1780 очков прочности. Достаточно большой вес, 101 тонна. Почти самый большой, но у КВ-4 совсем немного больше, стоповой башни. У КВ-4 107 тонн, стоповой башни. Вот. Мощность двигателя у нас 1200 л.с. это очень много. Максимальная скорость, 40 км в час, по-моему, тяжко, который едет 40 км в час. Согроменная броня, тяжко, которая едет 40 км в час. Но хотя все знают, в принципе, КВ-5, поэтому смысл не рассказывать, все так знают. Но тем не менее, раньше у него 35 было, если я не ошибаюсь. Спейс протор 6,8 градусов для тяжа вполне нормально, в принципе, ему не надо быстро поворачиваться. Ну и теперь наше бронирование, это основная фишка танка. Вот у нас есть во лбу 180 броней. Вообще, на самом деле, так и есть. По сути, в башне 180 и в корпусе вот здесь у нас 180. На самом деле, только вот это днище немножко тоньше, чем 180. Тем не менее, оно все равно сложно пробивается. Проще всего уже стрелять вот в эту башню, которую все знают, которая очень легко пробивается. Вот, если бы их не было, вот эти двух башней, тогда он был идеальным, как по мне. Вот, но тем не менее, ладно. В общем, не об этом сейчас. Так вот, если же стрелять его в лоб, то лучше эти башни прикрывать, так как вот здесь везде 180 брони, здесь 180. Маски орудия, еще больше, это место, это вообще капец, да вообще не стоит стрелять. Вот, ну то есть, баба броня очень хорошая, если бы это башня, как. 140 у нас брони. В бортах и башни корпуса, корпуса бортов, мы вообще почти не видим. Вот, и 140 сзади, то есть, у нас даже крепкий зад, даже в этот зад. Он крепкий, все у нас 140 миллиметров. Это отлично, у них трех танков, даже нет такого брубара брони, то есть, это может быть, с ответила. Мне даже, вешло бы обрадить. Чем зад, КВ-5. Вот, потом. На смесе неплохой орудия. Это орудие от старого всем известного КВ, который был не КВ-1, не КВ-2, а просто КВ. У него была тут тупая пушка, 107 миллиметров. По-моему, чуть меньше, что скорострельность была и все. Такой же точный урон и такая же бронепобиваемость. Калибр у нас 107 миллиметров. Пушка называется ЗИС-6М. Скорострельность 7 выстрелов, это очень много. Прямо, как на среднем танке. 167 пробития немножко маловато, но вполне хватает. Тут Супер Першинга 170, разница невелика. То есть, вот, допустим, его пушка. В пример, сейчас, как американцы, вроде, дальше, да, все-таки дальше, так. И вот у нас Супер Першинг. Супер Першинга пушка. Супер Першинг, уже вроде, да, вот такой недотяж, а почти, по сути, и тяж. Я уже при нем делал видео, поэтому все знают, поэтому мне не смысла ничего рассказывать. Калибр у Супер Першинга меньше. Фу, скорострельность почти такая же. В бродепробитие на 3 миллиметра больше, это вообще ничего не меняет. Урон у КВ больше, точность чуть-чуть лучше, абсолютно чуть-чуть лучше, совсем у Супер Першинга. И время сведения чуть-чуть хуже у КВ, но тем не менее, этого вполне хватает. В том же, там КП перезарядится там полностью, вот, и чуть-чуть. Пушка тяжелее, по сути. Пушка такого среднего танка у нас стоит. То есть, у Супер Першинга около 5-го, в принципе, одинаковые пушки. В среднем по бродепробитию, ПД нормальное бродепробитие для восьмого уровня более-менее. Сижалось, что пушка говно на самом деле, пушка неплохая. Вот, годовые снаряды у нас. Очень плохие, на самом деле. Стоит 4 тысячи 1 или 10 голды, то есть, достаточно много. Пробитие у них 219. И фугасы 360 на 54. Вот. Дальше у нас идет в класс поворота башни, это 21 градус в секунду. Это тоже неплохо. Обзор 350 метров немного маловато. Может, стоило бы брать просветленку или что-то еще, но я решил так не делать. Я решил брать подбой, досылатель и стабилизатор вертикальной наводки. Аж нестандартный для меня, но все-таки это шкафай 5. Это даже нестандартный танк для меня. Раньше на него всегда говорил, что это полное говно. Когда-то еще выбирал тайп 59 или кавай 5. Выбрал тайпай. Это был мой премиум танк самый первый, который я его покупал. Потом 3-2 лайт и пошло-поехало. В общем, мне даже, я отсутствую, я пересадил экипаж от класса. И один у нас заряжающий от КВ-4. Заряжающий я переучил под ремонт. Буквально 2% с него посняла. И этого чувака, мехвода, переучил тоже под мастер Тарана с виртуоза с 91%. Немножко жалко было, но ничего. Все равно качнем. Квас у нас без экипажа теперь. Но все равно класса я не продам. Квас у меня стоит. Самое обидное, что я совсем недавно купил КВ-13. Мне он очень нравится. Я купил, поставил все на него оборудование. Приучил экипаж. И оказывается, у него скидка. Я его покупал буквально неделю назад. Я даже не знал, на что будет скидки теперь. Если кому интересно, вы скажите. Я на этот Тарана КВ-13 тоже сделаю видео. Потому что он достаточно неплохой. И тоже такой, специфический. Вот и я еще не сказал про дальность связи. Нашего КВ-5 это 440 метров. Это маловато на самом деле. Ну, кому оно надо. Это танк, на котором он может просто ехать и рашить. В первых рядах, по сути. Но что еще на нем делать, если это ШКВ-5 как-никак. Ладно, в принципе. Поехали. Хотя нет. Я не лохануюсь. Я сейчас в первый бой не поеду. И чтоб не было потом у меня в комментах. Типа. Вот ты въехал в первый бой. Получилось полное говно. Ты как обычно слил. Ты днище или что-то еще. Потому что я уже устал эти комменты не разрешать. Потому что таких комментов достаточно. Поэтому этот бой это не ну превью или не файнер видео. Это просто как на суперпешинг мнение обзора о танке КВ-5. Вот. Поэтому всем опять же спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Скупайте в губы ВКонтакте. Если чего-то хотите. Каких-то определенных видео на какие-то определенные танки от меня или что-то еще. Пишите мне либо в ЛС, либо в комменты. Я все равно этого вижу. Не могу вам в личку написать. Даже если пишите это в комменты. Я же все-таки только по разрешению комменты разрешаю. Вот. Поэтому я все равно этого вижу. Всем удачи.